Нумерация требуется вычислительность, то есть, на самом деле, нумерация должна быть такая, что основные ее, как бы, свойства этих форм, должны считываться по гердолевым номерам, вычислимым образом. Это позволяет нам все, что мы хотим сказать, сказать о формулах, на самом деле говорить об их номерах. Это, как говорится, самая базисная идея, которая здесь есть. Ну, и надо заметить то, что, когда Гёдер все это проделывал, понятие вычислимости, никаких, скажем так, вычислительных машин, в современном смысле слова, даже в теории еще не было, а процесс их получения шел ровно наоборот. Когда Гёдер разобрался с этой теоремой, то в дальнейшем люди, которые осмысливали понятие вычислительности, поняли, что тот класс функций, который возник у Гёдера, это и есть, в общем-то, тот самый класс функций, который можно вычислить в произвольном прогрессе. Теория вычислительности, она выросла, среди прочего, из теоремы Гёдера, в первую очередь, из анализа происходящего в теореме Гёдера. А с современной точки зрения все происходит наоборот, мы все видим в нашей жизни, то есть мы в машине, мы понимаем, что такое алгоритм, и нам гораздо, так сказать, понятнее, что такое программа, чем какое-то странное высказывание, записанное на языке логики Гёдера. Я по большому счету, эти вещи близки, и даже в некотором смысле, тождественны. В каком смысле они тождественны? Тождественны они вот. На самом деле, можно выделить фрагмент этого языка, некоторую его часть, точно описанную, что мы сейчас проверим, которая тоже будет эквивалентно универсальному языку программирования, которая можно пользоваться, как и любым другим языком программирования. Ну, и не пользуется, потому что он не очень удобен. Тип данных только один числа, а в хорошем языке программирования, типов данных много, да, чтобы можно было удобно им пользоваться. Тем не менее, понятие Гевальдера. И, собственно, такое объяснение мне нравится больше всего, давайте с него и начнем. Давайте выделим некоторые, специальное множество формул. Несколько классов, замечательных классов. Первый класс формул будет называться ограниченный формул. Что такое ограниченная формула? Ну, если говорить по-простому, ограниченная формула – это такая формула, в которой все квантеры ограничены заранее некоторой конечной областью, в которой может пробегать переменная. Когда мы пишем, что любого х подразумевает для любого натурального числа х, эта область натуральных чисел как бы бесконечно неограничена. А если мы скажем, что для любого х меньше 15, что-то верно, то вот эта область будет ограничена. В этом же смысле мы говорим о ограниченных формах. Ограниченный квантер в математике обычно записывается так. Любого х меньше или равного т, там, допустим, какое-то высказывание, фи, зависящее от х. Что такое т? Ну, т – это некоторая функция. Штрих плюс умолит 2 в степени х. Т.е. в качестве т здесь выступает некоторое выражение, да? Скажем, мы можем написать так. Та, например, 2 в степени 2а. Вот это типичная, так сказать, функция, которая ограничивает наш ход. Все, что мы можем записать с помощью наших символов, может выступать в качестве такого ограничения. Ну, и что такое вот эту формулу, как мы прикладываем? Ну, для всякого х. Такому, что х меньше не равен. Этому t мы видим место, фи и адрес. При этом, конечно, надо заметить, что t зависит от переменных 0x. Чтобы это ограничение было настоящим ограничением, полностью ограниченное. Должно позабыть, чтобы это выражение t не входило, оно не зависело от х. Это ограниченный квантов всеобщенности. Ну, а ограниченные квантов существования – это нечто похожее, но существованием, да? Значит, существует и с меньшим равеном t. Фи адрес. Фи адрес. Это просто сокращение, да? Для такого высказывает. Существует х. Такое, что х меньше не равен, да? И фи адрес. Очень употребительный, надо сказать, тематический оборот речи. Когда мы имеем уже что-то определенное, а потом выражаем некоторые высказывания, ограничивая область изменения и переменных. Вот этим вот то, чем у нас пользуется. Пример. Помните нашу формулу, которая выражала высказывание, что х чёрно? Как нам её записать? Ограниченные формулы. Формулы только с такими квантерами. Ну, давайте запишем её так. Что это будет? Х чёрно, если существует и у, да? Такое, что, ну, допустим, у плюс у равно х, да? Это вот определение чёрности числа х. Но здесь квантер и у пока ещё ничем не ограничен. Но мы, конечно, ничего не изменим, если напишем здесь то, чем его можно таки ограничить. А чем его можно ограничить? Вот х. Вот то, что написано здесь, уже будет ограничено. Поэтому мы имеем такую ситуацию, что высказывание, которое содержит неограниченные квантеры, часто оказывается эквивалентным высказыванием, в котором все квантеры ограничены. Теми переменами или функциями тех переменных, от которых зависит наш инстанция. В данном случае от параметра х. Упражнение запишите с ограниченными квантерами х. Кроме того, что можно записать ограниченный квантер. Причём? Потому что что такое простой число? Простой сумма, которое делится только на самого себя, на единицу, да? Ну, а что значит делится? Ну, значит, для всякого числа, меньшего числа, да, остаток определений, ну и выскажете. Если мы, для того, чтобы определить, что число простое, достаточно перебрать все числа меньшие. И это ограничение как раз и говорит о том, что записать высказывание, что х простое число можно, с использованием только ограниченное квантер. Вот. Это хорошо, значит, вот. Таким образом, у нас есть первый класс формул, который называется ограниченный квантер. Ну и теперь второй класс формул более широкий. Это так называемые сигма-формулы. Это формулы, которые имеют такой вид. Существует х1, существует хн, фи от х1, х1. Эти квантеры уже не ограничены. А вот все, что написано после неограниченных квантеров, должно быть ограничено. Это такой более широкий класс высказываний, в которых можно употреблять неограниченные квантеры, но в очень небольшом и специфическом амире. А именно так сказать. Мы можем говорить, что что-то существует, а вот чтобы проверить, что то, что существует, обладает некоторым свойством, это нужно делать с использованием ограниченных квантеров. Вот это сигма-формул. Так вот, имеет место такая важная теория, которая нам, скажем так, не очень даже не нужна, но она сильно проясняет все дела, связанные с выразимостью того или иного свойства высказывания критикатор и критики. А именно? Тярю. Не знаю, даже кто его первый сформулировал и доказал. Возможно, критик. А может быть и... Ну, думаю, что крит. Тярю. Пожалуйста, делаю еще один класс, чтобы это тярю попроще обладать. Третий класс, он нравится тэрю. Это вот что такое. Дельта – это то, что является одновременно и сигма, и отрицанием сигмы. Да? Значит, дельта-формул – это такие, которые можно записать, можно записать как сигма-формулы и как отрицание сигма-формулы. Дельта-формулы – это такие, которые можно записать через квантовое существование, вот так. Но если мы возьмем отрицание, то их тоже можно записать через существование. Во-первых, это немножко странно, потому что, когда мы напишем отрицание, как мы знаем, по правилам выехи квантовое существование превратятся в квантовое всеобщность. Ну и казалось бы, что тем не менее для многих формул, которые, вообще говоря, начинаются с квантовой всеобщности, бывает возможно найти эквивалентную формулировку, которую мы только квантовое существовали. Вот это, собственно, и есть этот икон. Теоретка вот говорит следующее, что множество всех таких n, я думаю, чисел, таких, что φ от n, является разрешимым. Существует алгоритм, который проверяет на предотвежность числа n черного множества. Разрешимым алгоритмическим. И более того, это условие, так сказать, на самом деле необходимое и достаточное. Для всякого алгоритмически разрешимого свойства можно найти такую дельта-формулу, которая будет в точности его определять. То есть дельта-определимые множество натуральных чисел это в точности алгоритмических разрешений. Ну а то, что мы назвали сигма формой, сигма формы соответствует понятию перечислимой множества. То есть такого, для которого существует алгоритм перечисляющий элементы нашего множества. Так сказать, существует такая вычислимая процедура, которая порождает до бесконечности элементы нашего множества. Для которого существует вычислимая, порождающая процедура. Ну какие есть примеры таких множеств? Ну, собственно, множество теоремы формальной ариентики. Оно таково. Для него существует вычислимый процесс, который порождает множество всех теорем. А именно, мы начнем строить выводы в нашей формальной системе. Переберем все выводы длины один, длины два, длины три. И так сказать, постепенно-постепенно мы таким образом перечислим, будем выдавать все новые и новые теоремы формальной арифметики. Этот процесс вычислим. Можно запрограммировать машину, которая будет, так сказать, бесконечно работая, печатать на ленте потихоньку теоремы формальной арифметики. Ну вот это, собственно, и говорит, что наше множество перечислим. Ну и в силу этой теоремы, которую, как говорится, формулирован приблизительно, не стараюсь доказывать, это означает, что множество теоремы формальной арифметики можно выгрузить, причем сигма-формулы. Причем сигма-формулы. Мы пойдем немножечко другим путем. Мы скажем, что эта теорема для нас является таким, как говорится, общеруководящим таким, скажем так, принципом, что нам вообще можно здесь ожидать от этого всего. Попробуем действительно повыражать в арифметике конкретные вещи вполне конкретно. Тогда это даст нам кое-какие, ну скажем так, даст нам прочувствовать, как на самом деле все это доказывается, в том числе и эта теорема доказывается похоже на рассуждение. Дельта, сигма и ограниченные формулы мы определили и помним, что это такое. Таким образом, все, что мы дальше собираемся определять в арифметическом языке, будет, ну как правило, ограниченным, а в редких случаях сигма или дельта. Будем об этом иметь в виду. С ВАНИЕ